Для этого урока я использовал автопортрет Кэтрин Айсман, известного автора книг по фотошопу. Я думаю, она будет не против, если на ее изображении мы немножко потренируемся. Монохромный муар отличается от цветного тем, что он присутствует во всех трех цветовых каналах. Увеличим фрагмент. Муар здесь проявляется. Другой курсор. Вот эти полосочки – это рисунок самой ткани, а вот между ними – волны. Вот это и есть муар. Посмотрим в разных каналах. В красном, зеленом и синим он присутствует во всех трех. Ну что ж, начнем его уничтожение. Делаем копию исходного слоя. Вызываем фильтр гауссового размытия. Подбираем минимальное значение радиуса, при котором полностью исчезнут полосы муара. Изображение расплывается, но так и должно быть. Радиус 6,5. На самом деле здесь еще можно различить четыре полосочки, но в принципе все получилось очень неплохо. Значение радиуса 6,5, но сам фильтр мы сейчас не применяем. Отказываемся от него. Значение радиуса запоминаем, а используем фильтр Hi-Pass. Из категории прочих. И вот здесь-то мы и задаем те самые 6,5. Ок. Этой операцией мы оставили только те частоты, которые полностью содержат муар. Потому что сам метод основан на избирательном подавлении частотных составляющих. Инвертируем верхний слой. Достаточно нажать комбинацию клавиш Ctrl-I. Теперь этот слой будет работать на подавление, а не на усиление муара. Назначаем ему режим наложения линейный свет. Между делом получился какой-то весьма любопытный эффект. Но мы не этим занимаемся, а задаем непрозрачность 50%. Теперь результат наложения выглядит как обыкновенная размытая картинка. Наш верхний слой компенсировал высокие частоты, из-за чего осталась только низкочастотная составляющая. А вот теперь к верхнему слою применяем таки фильтр гауссового размытия. Но поскольку мы слой инвертировали, то как бы добавляя размытость, на самом деле получаем обратную операцию. Уменьшаем размытость. Радиус увеличиваем от нуля до тех пор, пока сохраняется фактура и не выступает муар. Вот примерно так. Можно немного поэкспериментировать с непрозрачностью. Ее изменение помогает уменьшить муар. Но в данном случае существенного улучшения мы не наблюдаем. Пусть остается как есть. Назначаем верхнему слою черную слой маску. Удерживая клавишу Alt, кликаем по иконке добавить слой маску. После чего белой кистью начинаем рисовать в маске по местам, содержащим муар. Конечно, полностью нам устранить его не удалось. В отдельных местах вот здесь и здесь он еще заметен. Но если мы сравним то, что получилось с исходным изображением, для этого отключим верхний слой, то разница очень даже очевидна. Конечно, может встретиться такой жуткий случай, с которым вам не справиться. Ну, например, вот такая картинка. Здесь муар образовался на рисунке кирпичной кладки. Линии настолько толстые, что только что рассказанный метод с таким муаром не справляется. Но, по крайней мере, теперь мы можем сказать, что сделали все, что от нас зависело. А чудес не бывает даже в фотошопе. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ